Ребята, всех приветствую на моем канале, меня зовут Евгений. Я сейчас на работе, чистил свою личную почту и, представляете, что нашел? Нашел, оказывается, что я в 16-м году на сайте Окея заказывал продукты домой. И там вот здесь все, и цены, и какие продукты заказывал. Я думаю, такая возможность сравнить, сходить в Окея цены, посмотреть, сколько стоили. В частности, я заказывал в декабре 16-го года, сейчас конец октября. Ну, ребят, там месяц, простим, в общем, прошло 5 лет. Сколько строили продукты тогда, сколько стоят сейчас, посмотрите разницу за 5 лет. В общем, ребята, мне даже самому интересно, мне самому интересно, сколько что будет стоить. В основном я заказывал тогда мясо, молоко, хлеб. В общем, сейчас список появится у вас на экране, вы посмотрите, пожалуйста, да. Пойдемте, сегодня я работаю, вот у меня еще 3 часа рабочий день. Будет длиться, а завтра идем в Окей, сравним цены. Как вам идея? Я прям в предвкушении. Все, ладно, ребят, до завтра. Все, ребята, я у магазина Окей. Идем вовнутрь, у вас сейчас здесь появится список тех продуктов, которые я хочу сегодня проверить. Разницу цен. И в конце ролика, ребят, я хочу вам ответить на один комментарий. Девушка написала, попросила ей лично ответить, но, в принципе, ситуация такая достаточно распространенная. Поэтому я отвечу всем, да, чтобы каждый, кто столкнулся с такой проблемой, знал, как выйти из нее. Ну что, идем в магазин, ребята, посмотрим на разницу в ценах. Все, друзья, я в магазине. Итак, первый пункт. Фасоль, то, что надо. Сейчас она стоит 90 рублей. Ребята, в 16-м стоила 64 рубля. Вот такая упаковка. Прикиньте, разница. Дальше. Пшено. Пшено то, что надо. Ребят, ценника нет, представляете? Не сравнить. Не скажу вам, сколько сейчас стоит это пшено. Однако, вот я решил поискать вам самое дешевое. Вот такое нашел. Окей. 34 рубля. Внимание. В 16-м году самое дешевое пшено. 800 грамм. Здесь 800 грамм стоило. Ребята, сейчас, секунду, секунду, секунду. 24,90. Ребят, в 16-м году покупал масло подсолнечное Кубаночка. Но сейчас его нет. Видимо, окей решил не продавать его. Поэтому беру аналог. Цену видим, да? Ребят, в 16-м году, знаете, сколько стоило масло подсолнечное? 76,40. В два раза. Ребят, я не могу не прокомментировать эту ситуацию. Потому что, скажите, пожалуйста, вот эта бутылка масла за 5 лет подорожала в два раза. Что будет, если я приду к своему начальнику и скажу, что там, Иван Петрович, короче, надо мне поднять зарплату в два раза. Ну, масло же может подорожать в два раза. Какого черта вы не можете поднять зарплату в два раза? Что он скажет, как вы думаете, ребят? Скажет, Женя, ну, скорее всего, так и будет. В два раза, ребята, в два раза. 50%. Так, ребят, в 16-м покупал мука оладушки. Она сейчас отсутствует. Поэтому давайте возьмем вот, ну, обычную океевскую муку. Два килограмма стоит 74 рубля. Внимание, мои оладушки стоили, сейчас, ребят, найду ее, 58,40. Ну, вот есть мука, вот то, что надо. Я ни разу не покупал. 44 рубля 2 килограмма. В принципе, по муке, ну, не так сильно, как масло подорожало, да, ребят? Так, ребят, бананы стоили раньше 44 рубля, а сейчас 59. Учито того, что, в принципе, курс-то не особо изменился у нас. Однако, вот такие бананы страшные, ребят, смотрите. Вот вы купили бы такие бананы? Вот так хранят. Есть еще, знаете, такие маленькие бананы. Они, сейчас скажу, ребята, сколько. Бананы менее 169 рублей. Невкусные не покупайте в России. Вот, когда будете в Азии, обязательно купите. Они такие сладенькие-сладенькие, такие вкусненькие-вкусненькие. Их можно просто безостановочно есть. Ребят, помните песенку? А что вы готовите на завтрак? Яйца. Что вы узнаете по запаху? Яйца, яйца. В общем, ребят, не нашел те, которые я покупал раньше, деревенские, там, какие-то С1. Вот, С1, яйца, десяток, 94 рубля. Внимание, внимание, сколько они стоили? 49,90. Хорошо, давайте посмотрим большую упаковку. Большую упаковку даже можно по акции. Ну, вот такие яйца. С2. 200 рублей. 200 рублей. А стоит 49 С1. 5 лет разница. Вот такие цены. Кстати, ребят, когда был в Москве, не снял, сколько стоит в Москве мясо. Скажу, оно стоит так же, как в Питере. По общей цене увидим. Карбонар 339 рублей за килограмм. Ребята, секунду, секунду, свинину. Так, окорок нашел. Ну, давайте окорок. Смотрите. Окорок сейчас стоит 289, стоил 206 рублей за килограмм. Так, карбонар. Сейчас, ребята, я его найду. Подождите минуту. Освежите, не надо нам. Крупа, свина. Карбонар. 231 рубль. 30%, да? Ну, грубо говоря. Цена выросла. Сколько мяска вкусненького. Маркиз забывает в холодильник. Он строил бы тут ревизию. Итак, ребята. В 2016 году филе цыпленка ОКЕ стоило 167 рублей за килограмм. Внимание. Почему 308? Вот так. Итак, ребята. Вот эта селедка. Точно-точно. Эта же банка. Такой же объем. В 2016 стоили. Сейчас, ребят, скажу вам. Селедка. 364 рубля. Сейчас 439. Сейчас скажу, что нет нормальной в России сейчас селедки. Одна гадость. Переморожено 20 раз. Не купить. Надо ждать открытия границ. Выбор видим. Все 350 раз переморожено. Невкусно. Невкусно. Ребята, вот эта треска стоила 188 рублей. 299. Прикольно, да? Прикольно цены у нас растут. Я обычно, знаете, эту рыбу замороженную по акции что-то беру. Ну вот беру, вот допустим, сейчас хек. Вот этот. А, это не хек, ребята. Хек другой. В общем, беру какую-нибудь рыбу по акции. И мама стала надавала. Накручиваю котлет. Жарю и радуюсь. Получается вкусно. Ребята, я иногда покупаю долгоиграющее молоко. В частности, в прошлый раз в 16-м покупал вот это. Оно стоило, ребята, сейчас 57.93. 85 рублей стоит сейчас. Давайте по акции посмотрим. Ну вот такое. По 69 рублей. Самое дешевое, да. Это самое дешевое. Еще раз. 57.69. Раньше покупал вот такую воду. Ну, по акции смотрела. Смотрите, сейчас Шишкин лес стоит 85 рублей. Раньше стоило 52.4. Но вот мне мама подарила кушин. Сейчас не покупаю. Вот эти бутли. Фильтрую кушином. Вот еще раз. 52 было. Стало 85. Точь-точь. Это канистра. Ребята, вот этот кефир стоил 42 рубля. Сейчас 49. Ну, не критично, да. Дальше. Молоко. Домик в деревне. Женя в деревне. Вы видите это молоко? Да. 84 рубля. Стоило 66. И сметанка. Сейчас, ребята, смотрите, какой выбор молочки, да, в Питере. Сметанка. Вот это Вологодская. Покупал. Покупал ее. Сейчас, ребят, секунду. Сейчас, 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 сейчас. 76.40. 89. Ну, могу сказать, что молочки не так сильно подорожало. Принцип акции. Можно сметану подешевле найти. Вот, допустим, домик в деревне взяли за 54. Нормальная сметана. Ребята, обошел вот все полки, стер все ноги. Вот не могу найти пряники тульские и все. Зефир, какие-то мармеладки, все есть. Пряники вот куда они засунули, не знаю. Поэтому, ребят, пряники не скажу вам, сколько сейчас стоит. Мне, знаете, даже интересно было посмотреть состав пряника. Изменился или нет? То есть масло, помимо, больше напичкали. Ну, чтобы дешевле было, да, чтобы больше заработать. Или все-таки состав остался. Ну, вот пряники не нашел, ребята. Без пряников сегодня. Пойдемте посмотрим, сколько пена для бритья стоит. И освежитель воздуха. Ну, вот это было у меня в заказе. Поэтому на это цены можем сравнить с вами. Ребят, тогда освежитель покупал я именно вот этой марки. И, внимание, он тогда стоил... Ой, господи, освежитель мой, сколько ты стоил-то? 75 рублей. 74,49. Сейчас, как видите, цену... Скорее всего, я взял туда его по акции. Видите, в заказе не отмечено. Ну, вот освежитель самый дешевый. То, что надо. 49 рублей. Ну, видите, я в коммуналке освежителем не пользуюсь. Поэтому какой-то по акции за 71 есть. Вот так. Слушайте, ребят, нету чистой линии в Океи. Раньше была. Хорошая, кстати, пена была. Ой, ладно. Давайте сравним тогда с Невея. Сколько сейчас она тогда стоила? Ребят, сейчас, секунду, подождите, пожалуйста. Список большой. 145 рублей. Ну, сейчас 139 по акции. Кстати, в Белоруссии из-за санкций, из-за Лукашенко вот этих вот, то, что он самолет посадил, запретили Невея полностью. Мне порадует. Привези мне крем, привези мне пену. Ну, Невея, Ваня, успокойся. Вот так, ребята. Вот так. Я сейчас в данный момент пользуюсь, что-то на этот жилет перешел. Вроде бы нормально. Поэтому, если мужикам что-то захотите подарить, какую-то пену, носки, ну, как стандартный набор, да. Вот эта пена нормальная. Друзья, ну что, я по основным позициям, которые были в списке, прошел. Сейчас у меня к вам просьба, вот к женщинам особенно, ну, кто, к хозяйкам, да. Ребята, чем вы стираете белые футболки? Я раньше стирал финским порошком, стиральным арель для белого. Я не кипятил ничего, просто бросал в стиральную машину, футболки были белые. Сейчас купил вот наш отечественный, ну, вот они желтые, все. Скажите, пожалуйста, напишите мне технологию. Кто стесняется, напишите мне в WhatsApp. Как постирать так, чтобы футболка была белая? Я буду вам благодарен. Ну, сейчас, ребята, выйду с магазина, отвечу на вопрос подписчицы. Хорошо? Значит, ребят, вопрос. Женя, муж меня, ну, подписчица пишет, все время оскорбляет, унижает, принижает. В общем, как отучить его от этого, да, как научить его меня уважать, со мной считаться. Ребята, я вам сейчас скажу один рецепт. Он подойдет под любую ситуацию, вот, к любому человеку, который сталкивается с такой проблемой. Неважно, муж, там, брат, сестра, родители вас как-то принижают. В общем, скажу так. Как только вы начнете хорошо зарабатывать, как только у вас появятся большие деньги, поверьте мне, тут же все станут смирные, как шелковые, да, как у меня мама любит говорить. И вы придете домой, муж понимает, что у вас большие деньги. Он говорит, любимая, ну что тебе там пяточку почесать, за ушко поцеловать, ну что ты еще одну квартиру решила купить, да, да, зайка моя. Поверьте мне, ребята, он на вас даже лишний раз слово побоится вам сказать. Как зарабатывать? Ребята, мы живем в 21 веке, век интернета. Пользуйтесь этим. Открывайте свои YouTube-каналы, открывайте в Instagram страницы. Вы скажете, Женя, ну что, просто рассказывайте о своей жизни. Вот просто о своей жизни, о своем хобби. Поверьте мне, что рано или поздно идея сама придет, как заработать к вам. В частности, привожу пример на себе. Я выложил ролик, меня шантажируют. Ну, кто видел, кто не видел, уж я про шантаж рассказывал. Мне там шантажировали мою одноклассницу. И просто выложил ролик. Мне пишет парень, типа, Евгений, здравствуйте, есть один вопрос. Я говорю, ну пиши, задавай, я отвечу. Он задал вопрос, потом говорит, я бы хотел с тобой пообщаться тет-а-тет, по видеосвязям. Пожалуйста, я пишу. 500 рублей 50 минут. 500 рублей пришли мне на карточку Сбербанка, ребята. Я вот сейчас пойду в Теремок, покушаю вкусной еды. Ну, вот как бы вот, благодарна себе. Кто-то скажет, Женя, небольшие деньги, да, как бы, что такое 500 рублей? Ребята, кто знает, что будет дальше? Я не знаю, я не знаю, сколько будет дальше я зарабатывать, каким образом. Может, финские товары пойдут. Может, я не знаю, лотерею выиграю. Может, YouTube-канал как-то будет развиваться. Я не знаю. Однако, я просто двигаюсь и работаю в этом направлении, и вам это желаю. Хорошо? Все, ребята. До встречи на новом канале. А, кстати, ребята, 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 подождите. Знаете, вот такая идея, такая прикольная. Я сейчас вам, секунду, спою песню, а вы скажете, узнаете оригинал или нет? Что-то я шел в магазин, напевал. Три-четыре. Я блогер. Та-та-та-та-тан, тан-та-та-тан. Я блогер. Та-та-та-тан, та-та-та-тан. Я блогер. И здесь со мной мои друзья. И может каждый, как и я, сказать, сказать, сказать. Я блогер. Ты блогер, мой друг. Блогерство, это вообще, это... Любой бизнес будет связан с этим. Будущим. Все будет продаваться в интернете. Учите. Пока. Пока-пока. Пока.